Добрый вечер! Пожалуйста, нам в студию. Да, как обычно, я представляю, что мы работаем в прямом эфире, все средства связи будут на ваших телеэкранах. Задавайте важные ключевые для вас вопросы в течение всего нашего прямого эфира. Итак, традиционный вопрос, с которого мы начинаем. Какие ключевые государственные услуги вы оказываете и в каких форматах? На сегодняшний день госкорпорация оказывает 665 услуг. Это 96% всех услуг, которые содержатся в реестре госуслуг. Через портал электронного правительства оказывается 637 услуг. Основные востребованные услуги это получение паспортов, удостоверения личности, водительских удостоверений и получение ЦП. То есть это основные, наиболее популярные услуги. Хорошо, давайте чуть коснемся, потому что тоже, я думаю, многим зрителям важно, графиков работы ЦОНов, в том числе и временные графики и по рабочим дням. В рамках улучшения работы ЦОНов, а также пожеланий наших граждан, мы изменили график работы ЦОНов. Сейчас у нас ЦОНы, в том числе и спецЦОН, работают с понедельника по пятницу с 9 до 6. Также у нас для удостоверений города функционирует дежурный ЦОН, который работает с понедельника по пятницу до 8 часов вечера, а также в субботу с 9 до часу. Этот ЦОН, который располагается на улице Жамбула 81-2, это здание автопарка, район автопарка. В целом, планируется ли в дальнейшем расширение сети ЦОНов или уже в этом нет необходимости? Сейчас основная стратегия госкорпорации это развитие электронных услуг. На данный момент мы развиваем именно получение граждан электронных услуг. Как вы знаете, сейчас помимо портала ugof.kz государственные услуги можно получить через мобильное приложение ugof.mobile, также через приложение банков второго уровня, это Каспий, Хоумбанк, Халлокбанк, а также через приложение Freedom Finance. То есть стратегия перехода именно на цифровую, скажем так, сторону оказания госуслуг. Хорошо. Отдельная статья, в том числе деятельности ЦОНов, это все-таки взаимодействие с учреждениями государственными. Вот расскажите в целом, с какими, прежде всего, ведомствами вы работаете, и вот качество этого взаимодействия, как вы оцениваете? Мы, как единый право от государственных услуг, взаимодействуем со всеми выполномоченными государственными органами, которые оказывают государственные услуги. Вообще, сама идея ЦОНов, она заключалась в том, чтобы убрать так называемое взаимодействие между жителем и государственным органом, и чтобы по принципу единого окна все услуги получали в ЦОНах. То, что, в принципе, эффективно на данный момент реализуется. Также мы, в целом, если тоже взять топ государственных органов, то мы тесно взаимодействуем с миграционной службой Департамента внутренних дел, в части оказания услуг по документированию граждан, с административной полицией по работе автационно-отделами ЗАГС, Департаментом юстиции, ГАСК, отделом земельных отношений, ЖКХ и так далее. Работа с государственными органами налажена. В принципе, наши коллеги всегда идут нам навстречу, решаем какие-то возникающие проблемные вопросы. Решаем, то есть проводим совещание, круглые столы по решению проблемных вопросов. У граждан возникает нестандартная ситуация, и мы эти кейсы совместно решаем. И, в принципе, могу сказать, что на территории Западно-Казахстанской области работа ЦОНа с государственными органами достаточно хорошо налажена. Но, тем не менее, часто ли ошибки происходят? Вот ошибки в отправлении данных в том числе? Ну, любая работа, она предполагает плюсы и минусы, да. Бывают проблемные моменты, да, это мы не спорим. Есть понятие человеческий фактор. Бывают технические сбои в государственных системах, базы данных. Об этом, в принципе, вы знаете, что деятельность ЦОНа зависит от различных информационных систем, которые интегрированы в разные базы данных, которые относятся к АОНИД. В части автоциона это относится к Министерству внутренних дел. Работоспособность систем напрямую также влияет на нашу работу. Некорректность работы бывает. Об этом, в принципе, и в социальных сетях вы слышите. Но по сравнению с прошлым годом, могу сказать, что количество сбоев снизилось. За 8 месяцев такой большой глобальный сбой был только один раз в этом году. В принципе, мы работу эту проводим, решаем этот вопрос, гражданам доводим. А за счет чего решаются проблемы сбоев, технических неполадок? Есть такое понятие, что это связано с каналами-связями. То есть все эти базы данных объединены в большую паутинную сеть, где идет большой обмен данными. То есть все наши данные, которые есть, они надежно защищены и находятся в определенном банке данных, с помощью которых мы оказываем государственную услугу. Например, вы приходите в ЦОН, предъявляете свое удостоверение личности по ИИН. Мы только забиваем ИИН, и через ИИН все данные подтягиваются к нам. То есть вы знаете, у вас не спрашивают фамилию, имя, отчество, дату рождения, а уже забивают ИИН, все ваши анкетные данные, они уже появляются в системе, то есть автоматически. То есть за счет этого, за счет интеграции баз данных, мы максимально упрощаем обращение гражданина. А дальше, вы знаете, у нас лимит, который установлен для обслуживания по госуслуге, составляет в среднем 15 минут. За эти 15 минут мы должны максимально оказать правильную точность информации. А если какие-то бывают моменты, где некорректно, но в принципе они минимизированы, потому что все базы подтягиваются из государственной базы данных. Хорошо, да, мы сегодня, конечно, в большей степени говорим про электронные госуслуги, но тем не менее, все-таки ЦОНы посещают довольно большое количество людей, и в частности людей с особыми потребностями. Давайте чуть на этом заострим тоже внимание. Для них какие созданы условия? Потому что в целом проблема безбарьерной среды, она очень серьезная в городе, потому что действительно очень мало что приспособлено для людей, имеющих те или иные особенности здоровья. Для нас важно, и в конституции это прописано, что любой гражданин, он, то есть, уполномочен на получение государственных услуг в полном объеме. Со стороны государственной корпорации создаются условия. Во-первых, в части доступа к зданиям у нас во всех центрах обслуживания населения имеются пандусы. Кнопки вызовов для того, чтобы помочь открыть дверь, сопроводить и так далее. Плюс к этому льготное окно для наших граждан с особенностями и потребностями. Также, если есть такое понятие, вызов на дом. То есть, оказание государственных услуг на дому действует с момента создания государственной корпорации и не теряет своей актуальности. То есть, обслуживание на дому могут получить инвалиды первой, второй группы, пожилые люди старше 70 лет, участники Великой Честной войны и дети с ограниченными возможностями. Для того, чтобы воспользоваться этой услугой, необходимо им или их опекунам позвонить по короткому номеру 1414, сообщить адрес и оставить заявку. Затем наши специалисты связываются с ними, выезжают, то есть, назначают дату, время заранее, созваниваются и оказывают государственную услугу на дому. Среди услуг, оказываемых на дому, наибольший спрос – это выдача паспортов и удостоверение личности, обеспечение инвалидов сурдо-техническими обязательными гигиеническими средствами, оформление документов на инвалидов для представления импортизионно-ортопедической помощи и другие. В принципе, только за первый квартал тягущего года сотрудникам госкорпорации по области оказано более 793 государственных услуг, за исключением 992 выездов и услуг по документированию. Стоит отметить, что наш филиал уделяет большое внимание оказанию государственных услуг лицам с ограниченными возможностями. Помимо оказания государственных услуг, на дому специалистов обучены языку жестов для оказания государственных услуг лицам с нарушением слуха и речи. В каждом отделе у нас работают 1-2 сотрудника, прошедшие специальное обучение и имеющие сертификаты. Также мы проводим с ними обратную связь, работаем с общественными организациями, в том числе и с общественной организацией ОРБА, с Гульмира Аскарной Батпаколовой. В том числе указывает вам на те или иные пробелы, допустим. Конечно. Эта работа, мы в принципе совершенствуемся и решаем те или иные вопросы, которые возникают в процессе работы. Если говорить, вновь перебегаем к цифровому сектору, о расширении доступности госуслуг для получателей, что можно назвать в качестве последних нововведенных тенденций именно в этой цифровой сфере? Что вы бы отметили для наших телезрителей? Последней нововведенных тенденцией, как я уже отметил выше, является понятие доступности, то есть через именно мобильные приложения банков второго уровня. Сейчас вы знаете, что мы, госкорпорация, активно взаимодействуем с банками второго уровня, в том числе в приложениях КАСПИКИЗ, в приложении Народного банка Хоумбанк, а также Freedom Finance, реализованы процессы переоформления автотранспорта, процессы прописки. То есть в принципе у нас направление такое, для того, чтобы людям могли воспользоваться государственными услугами вне зависимости от времени, суток, дня, недели и так далее. А также, конечно же, это можно воспользоваться через портал egov.kz. Например, если вам необходимо срочно получить подпись, через вечером в 9 часов вечера, то вы можете обратиться через портал egov.kz или через мобильные приложения egov.mobile. Или вам нужно переоформить машину в нерабочее время или выходной день, вы можете воспользоваться приложениями банков второго уровня. Я помню, что с этими ЭЦП был целый ажиотаж, когда люди с флешками приходили, тоже были очереди в цонах, и все это ушло в прошлое. Да, можно сказать так, оно традиционно осталось, но вы можете через мобильный телефон уже получить ЭЦП. То есть пока все-таки альтернатива сохраняется для людей, которые пока не пользуются электронными сервисами, все равно они могут получить уже в стенах, будем так говорить. Да, плюс к этому я хочу отметить, что мы внедрили зоны скорости, то есть наиболее особо популярные услуги, которые требуют, например, быстрого обслуживания. То есть ЭЦП можно получить за 5 минут. Мы открыли отдельные зоны скорости, где вы можете прийти, не вставая в очередь, не обращаясь к оператору, получить эту услугу через зоны скорости. Плюс еще у нас есть сектора самообслуживания, connection point, которые также позволяют получить услуги самостоятельно в зонах. Вот вы отчасти упомянули те или иные уже современные тенденции в сфере предоставления госуслуг. Но тем не менее, я думаю, что большое количество людей, допустим, не всегда знает о том, какие госуслуги появились именно в цифровом формате. Вот как узнать человеку о том, что сейчас, будем так говорить, на рынке цифровых услуг для него предоставлено? Где эту информацию можно получить? Мы, в принципе, активно размещаем информацию в социальных сетях, работаем активно. То есть на ваших аккаунтах, сервисах? Да, аккаунтах, сервисах. Это у нас есть официальные телеграм-каналы нашей госкорпорации, есть в инстаграме сайт, точнее, аккаунт gov4c.kz, есть в фейсбуке правительство для граждан, плюс у нас в социальных сетях, плюс активно мы взаимодействуем, издаемся в печатных изданиях, в СМИ, в наших газетах и журналах, а также на телевидении вот так рассказываем. Ну, конечно же, есть и другие каналы связи, это вот на ютубе очень много инструкций. Также в самом приложении eGov Mobile, в принципе, там оно достаточно легкое в пользовании новых услуг. То есть, например, если вам нужно получить ту или иную услугу, вы заходите в eGov Mobile или на сайт eGov.kz, набираете ее в поисковике, даже если не знаете, в какой флаке она находится, то есть сайт или приложение, оно быстро вам найдет эту услугу, которую вам необходимо воспользоваться. То есть основные каналы связи. Ну, и, наверное, еще и какое-то сарафанное радио отчасти, то есть люди передают друг другу, что появилось нового. Вы тоже это оцениваете, да? Да, совершенно верно. Плюс к этому мы сейчас, конечно, здесь сейчас пора каникул. Мы активно работаем с нашими школами, то есть мы там проводим занятия по порталу eGov.kz, также работаем с рядом различных учреждений. Если любой государственный орган, любой коллектив нам может подать заявки, и мы можем пойти и там даже настроить тот же самый уголок eGov в этом большом заводе или в большом предприятии или в малом предприятии, нам не имеет значения. У нас есть люди уже, коллеги, которые готовы к этому, то есть проводим максимально разъяснительную работу. Ну, и само население, в принципе, уже привыкло к этому, то есть уже активно пользуются мобильными приложениями. Плюс у нас еще есть приложение VideoZone, то есть также оно доступно в Play Market и в Apple Store, которое вы можете закачать, и не приходя в Zone, оператор, то есть в онлайн-видеоформате, может вас обслужить, и вы можете получить ту или иную государственную сумму. Да, вот мы сейчас об этом и говорим, но, конечно, это все-таки нужно увидеть визуально, вживую, как это работает, в том числе, да, посмотрев ролики какие-то, или ту информацию, которая представлена, в том числе, на сайтах, чтобы как-то можно было это все представить пошагово, по крайней мере. Хорошо, вот смотрите, есть ли такие факторы, когда популярность той или иной госуслуги связана с какими-то отдельными, будем говорить, факторами, допустим, сезонностью? Вот мы с вами до эфира говорили о том, что с сезоном отпусков те или иные госуслуги, они становятся более популярными. Вот немножко об этом расскажите, чтобы люди тоже как-то, может быть, были готовы к этому? Да, такие услуги есть, в частности, например, в летние поры очень большой спрос на изготовление паспортов. Например, люди, многие выезжают за рубеж и срочно изготавливают паспорта. У нас сейчас паспорта в Западно-Казахстанской области изготавливаются в течение максимально трех рабочих дней, то есть это самый ускоренный вариант. Также вы знаете, что сейчас у нас принят экстратериториальный принцип, то есть любой гражданин Республики Казахстан может оформить паспорт в любом географическом пункте, где есть центр обслуживания населения и где есть сектор документирования. Также, если, ну, прям срочно необходимо за один рабочий день, у нас самая ближайшая, то есть область, где можно это изготовить, это город Ахтубе, где можно паспорт изготовить за один рабочий день. Бывают такие форс-мажорные ситуации, мы об этом тоже гражданам доводим. Также, например, если сейчас идет прием документов в школу, то есть, например, в августе, то есть до августа возрастает спрос на электронную цифровую подпись и так далее. Если это пора сдачи декларации государственными служащими, тоже как бы в определенные периоды бывает возрастает спрос на те или иные услуги. И к этому нужно быть готовым, чтобы заранее... Хочется сказать нашим гражданам, что нужно заботиться заранее о сроках действия паспортов, удостоверения личности. То есть удостоверение личности желательно поменять за один месяц, а паспорта за шесть месяцев до окончания срока за выезд за рубеж. Да, потому что любые операции, они все равно требуют того или иного времени, но тем не менее, чтобы операция была завершена. Хорошо. Вот еще вопрос, который неизбежно возникает в разговоре о деятельности и центрах обслуживания населения, это все равно, когда, допустим, ты заходишь в ЦОН, там много людей все равно, и там есть очереди. Вот как вы с этим боретесь, насколько эта проблема вас продолжает, волнует, и ваше видение, ситуация будет с течением времени все-таки меняться, по крайней мере, в уменьшении очередей, в уменьшении людей в ЦОНах? Или все-таки пока сохраняется такая история, что люди все-таки прежде всего хотят ногами прийти конкретно в ЦОН? Мы делали анализ, у нас наиболее большой наплыв граждан обычно после выходных, это в понедельник, вторник, до обеда, а также в пятницу. Ну, сами понимаете, что наиболее классический ЦОН, здесь тоже разные факторы связаны с занимаемыми площадями, например, самый классический ЦОН, который должен быть, это, например, пример автоцона, где оно расположено на более тысячи квадратах. У нас, к сожалению, ограниченность по Исатай Мохамбета, ЦОН номер 2, а также на Джамбула, это как бы нетиповые здания, которые сейчас располагаются до ЦОНа, они переоборудованы, поэтому есть проблема с наплывом граждан, но это планомерно решается. Плюс к этому многие граждане сейчас не знают о том, что можно получить государственные услуги через ЕГОФ Мобайл, через приложение Банка второго уровня и через портал ЕГОФ.ИЗАТ. Некоторым нужно прийти и распечатать, у многих нету принтеров, и они для того, чтобы получить один документ на одном листе, приходят ЦОН, потому что здесь есть у нас принтер, через Connection Point можно распечатать. Плюс к этому у нас идет наплыв граждан на расчет граждан других республик, соседних республик, которые так называемые трудовые мигранты. Но сейчас тенденция ведет к тому, чтобы все эти перейти в онлайн формат. Еще раз хочу сказать, что государственные услуги можно получить через портал ЕГОФ.КИЗЭТ и через мобильное приложение ЕГОФ Мобайл. Они равнозначны условиям. Ну, плюс и психология наших граждан, нужно прийти в ЦОН, посетить очереди и получить традиционный услуг. Ну, какой традиционный такой формат. Хотя можно сэкономить время, свое время и так далее. В принципе, в будущем, я думаю, что мы к этому перейдем. Сейчас, на данный момент, только нужно приходить в ЦОН, когда можно получить, скажем, паспорт или удостоверение личности для того, чтобы идентифицировать лично. А в остальном, вот я уже сказал, что 95% они переведены в электронный формат. То есть, когда нужно, да, все-таки фундаментальную вещь оформить, которая касается личности. А вот изменения по оплате, насколько я понимаю, тоже произошли в ЦОНах. То есть, дополнительные опции появились для оплаты услуг или нет? Изменения по оплате, они, да, меняются в начале года, когда меняется минимальный расчетный показатель. В принципе, минимальный расчетный показатель, он, как вы знаете, согласно логу кодекса, меняется в начале года, и эти платежи меняются. А в целом, в принципе, так же все осталось. Хорошо. Вот область земельного кадастра, вот хотелось бы тоже, важная такая сфера, тоже пользуется популярностью именно получения госуслуг в этой сфере. Здесь какие предусмотренные услуги и так далее, что в данный момент есть? Госкорпорта правительства для граждан оказывает полный цикл оформления документов на земельный участок, начиная от разработки землеустроительного проекта до изготовления акта на земельный участок с регистрацией права. Сейчас мы в рамках этого вопроса сделали отдельный, так называемый, сектор обслуживания платных услуг. Не обращаясь к посредникам, граждане наши могут получить полностью весь спектр услуг у нас в ЦОНе. То есть, если вам необходимо изготовить землеустроительный проект и так далее, вы можете обратиться, у вас есть законное право. Плюс к этому мы соблюдаем сроки, то есть, например, обычно как они обращаются к посредникам населения, а потом они там оплачивают им, во-первых, они не выдают, возможно, квитанции, не составляют договор, потом кормят завтраками, возможно, а у нас это как бы строго регламентировано, то есть мы в течение определенных трех-пяти дней оказываем эту услугу, все это проводится, составляется договор, выдают все чеки там и так далее. То есть, насчет этого мы вот продвинулись, и сейчас у нас есть сектор платных услуг в любом ЦОНе у нас во всех районах. Самыми востребованные услуги по оформлению земель – это составление земельных проектов, установка границ земельных участков, горизонтальная высотная съемка земельных участков, проведение инвентаризации сельскохозяйственных земель, аэрофотосъемочная работа, представление копии земельных кадастров, документов и многое другое. Как я уже отметил, вот эта услуга называется персональный менеджер. Персональный менеджер поможет оформить земельные участки и получить другие коммерческие услуги по вопросам земельного кадастра. Персональный менеджер работает, как я уже отметил, во всех отделах ЦОН. То есть проблема возникает в чем? Например, многие граждане у нас сейчас проходят судебные тяжбы по поводу земельных вопросов. Например, вы изготовили, предположим, землеустроительный проект в каком-то частном ИП или ТО. Проходит определенное время, 5-10 лет, возникают наследственные дела, и когда возникают судебные споры, оказывается, что этот ИП или ТО, оно закрылось, сейчас этих людей нет, и судебные органы не могут предъявить те или иные исковые требования или сам гражданин, потому что это юридическое лицо ликвидировано. А мы, как вы знаете, уже более 60 лет работаем в рамках этого рынка. Произошло объединение госкорпораций в 2018 году, и земельный кадастр находится в нау-праведии, госкорпорация, правительство для граждан. А у нас есть определенный архив, у этих частных ТО и ИП, сами понимаете, архива нет, поэтому очень много проблем с этими посредниками. Поэтому призываю граждан нашей области именно обращаться в Центр обслуживания населения, именно в персональным менеджерам, которые работают в сфере оформления этих документов. Вот на поводу обращения давайте тоже тему расширим, потому что часто люди выбирают такой вариант получения новой информации о тех или иных услугах, допустим, позвонить в колл-центр, ну или в том числе прийти в ЦОНы. Прежде всего, насколько сотрудники ЦОНов компетентны во всех вопросах, которые касаются госуслуг, в том числе и на колл-центре, какое они обучение проходят, насколько можно доверять тому голосу, который вам будет отвечать и сообщать информацию? У нас колл-центр создан 5 лет назад. По короткому норму, 14-14, любой житель нашей области может обратиться туда. Во-первых, эти сотрудники являются компетентными, у них есть база знаний по всем жизненным ситуациям, которые возникают. Плюс к этому, если у вас бывают моменты, жалобы, то есть какие-то непонятные вопросы, когда возникает, идет аудиофиксация, то есть любой звонок мы можем поднять, изучить, послушать, изучить жалобу и дать правовую оценку. Плюс к этому, как я уже отметил, по любым вопросам у нас разделены на сектора, и вы можете абсолютно 100% получить ответ на свой вопрос. Потому что у нас это работает по республике Казахстан, то есть не только там Уральска обслуживает, но любой регион республики по всем любым вопросам может проконсультировать с 9 до 6 часов с понедельника по пятницу. Хорошо, да, у нас остается еще некоторое количество времени, и мне бы, конечно, не могу не задать вопрос касательно районов в целом сельской местности, потому что мы знаем, все время существуют проблемы с перебоем интернета, ну и в целом, да, все-таки ситуация усложняется вдали от областного центра, будем так говорить. Вот насколько вы курируете вот эту сферу, и как работа именно устроена в условиях сельской местности, отдаленных населенных пунктов и так далее? В условиях сельской местности, в принципе, как я уже отметил, у нас во всех районах области есть центр обслуживания населения, плюс еще в двух сельских округах, это в Доринске и в поселке Жабахтал. Также для других сельских округах, где нету цонов, они могут воспользоваться уголками ягов при сельских акиматах, они все созданы, акимат области создал условия для населения. Плюс к этому есть понятие мобильной цоны, то есть если в том или ином сельском населенном пункте нету цона, то они могут также через сельский акимат вызвать мобильный цон с района и наши коллеги обслужить в полном объеме население нашей области. То есть проблем по доступности государственных услуг нет. В части интернета, да, есть такие проблемы, но сейчас тоже планомерно Министерство цифрового развития решает эти вопросы, и государственные услуги, в принципе, вопросы, скорее всего, остались в части мобильного интернета. Да, там проблемы есть, когда 4G недоступно, но в оптокового волокона или в этих проблемах, в принципе, они уже максимально на 90% решены. Да, остается не так много времени, но тем не менее, мы отчасти уже упоминали те или иные госуслуги, но все-таки хотелось бы еще, может быть, возможно, остановиться на регистрации недвижимого имущества, чтобы чуть-чуть еще заострить этот момент, потому что тоже много вопросов по этому направлению приходит. Вот, может быть, вкратце, да, основные, что нового в этой сфере? Гаражные для регистрации земельного участка, домов, квартир, гаражей обращаются напрямую в ЦОНы. Регистрация недвижимости занимается у нас отделом регистрации, который находится при нашем филиале. Для упрощения получения государственных услуг постепенно внедряются некоторые сервисы. Например, с прошлого года при купле-продаже зарегистрировать недвижимость можно прямо у нотариуса. Нотариус направляет все документы к нам, мы производим регистрацию за два часа, госпошлина составляет, как обычно, обычный срок регистрации один рабочий день. Например, по области на сегодняшний день из всего количества зарегистрированных недвижимости около 20% осуществляется в ускоренном порядке. Раньше, вы помнили, нужно было идти на КАС-почту или в банк, оплачивать. Сейчас это максимально упрощено. Также они могут оплатить через QR-код. Также по принципу экстратерриториальности ПРК, например, гражданин-правообладатель, находясь, условно говоря, в Акжейском районе, может продать свою недвижимость, которая находится в городе Алматы. Раньше нужно было ехать в Алмату, создавлять сделки и так далее. Сейчас это можно сделать экстратерриториально, не выезжая. Автоматизируем процесс регистрации договора залога от БАСа-банк. Казахстанцы, оформляя ипотеку, могут ознакомиться с договором залога в личном кабинете на портале baspana.pasabank.kz и подписать его с помощью ЭЦП. Готовый результат – уведомление о государственной регистрации об обременении прав на недвижимое имущество придет им туда же, в личный кабинет и также на портале ИГУФ. А раньше человек при регистрации договора, вы знаете, тоже должен был взять документ в банке, отнести ее в ЦОН, в Центре обслуживания населения. Договор регистрировался, почему клиент брал справку обратно и шел в банк. Сейчас на основании благодаря технологии блокчейн этот процесс автоматизирует. Человеку не нужно ходить между банком и ЦОНом. Банк сам отправит все необходимые документы в ЦОН. Автомизация услуги по онлайн-регистрации договора залога недвижимости позволила клиентам сократить процесс с трех дней до одного дня. Вот такие нововведения могу назвать в середине недвижимости. Да, большое спасибо. Осталось буквально минуту, даже меньше, возможно, минуты. Все-таки последний вопрос, такой любимый вопрос журналистов. Вот, может быть, вы сообщите, что планируется в ближайшее время, какая новая, возможно, тенденция, интересная, какая-то, возможно, действительно, меняющая текущие условия работы ЦОНов. Стратегия госкорпорации направлена на максимальное упрощение получения государственных услуг, автоматизации государственных услуг, перейти из традиционного формата в электронные форматы. Вообще, я думаю, в будущем стратегия направлена на сокращение, как называемых, классических центров обслуживания населения, а все это будет переведено в онлайн-формат. Плюс к этому есть планы по автоматизации, то есть введение так называемых картаматов, где будут стоять картаматы, и он может получить удостоверение личности или водительское удостоверение через IT-картаматы. Ну, как банкомат. Да, совершенно верно, и он будет доступен 24 на 7, но это большая техническая работа, которая предполагает интеграция больших баз данных, но, я думаю, для этого нужно определенное количество времени. Но это тоже не за гарами. Большое спасибо. Думаю, пробежались по таким наиболее важным, наверное, вопросам на сегодняшний день. Большое спасибо вновь за этот разговор, за то, что пришли сегодня к нам. Это была программа «Время вашего вопроса». В рамках проекта «Ельгея Казмет» мы говорили о центрах обслуживания населения и предоставляемых госуслугах. В студии выступал Надир Курумбаев, директор филиала госкорпорации «Правительство для граждан ЗКО». На этом эфир завершен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok